Вы имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святаго Отца нашего Иоанна Златоустого. Слово к верующему Отцу. Продолжение. Ну скажут, разве после брака и рождения детей нельзя посвятить себя любомудрю, достигшей глубокой старости? А кто нам поручится, во-первых, что мы достигнем глубокой старости, и, во-вторых, что достигшей ее, непременно сохраним это намерение? Мы не властны в пределах жизни, чему учит и Павел, когда говорит, что день Господень так придет, как тать ночью. 1 Фессалоникийцам 5.2 И наши мысли не остаются всегда в одинаковом настроении. Посему и Премудрый дает такое увещание. Немедли обратиться к Господу, и не откладывай со дня на день, ибо внезапно найдет гнев Господа, и ты погибнешь во время отмщения. Серахова 5.8.9 Но если бы даже и не было такой неизвестности, тогда и не следовало бы откладывать дела с сыновьями и отпускать их из вида. Сколько от этого бывает вреда? Подлинно. Крайне было бы безрассудно, когда юноша нуждается в помощи, и когда ему угрожает сильный враг, отказывать ему погружаться в житейские дела. Так что он легко может быть побежден врагом. А когда он получит тысячи раны, не будет уже на нем ни одного здорового места, тогда вооружать и возбуждать его уже лежащего и изнемогшего. Да, скажу, тогда и легка борьба, тогда и удобна битва, когда погаснут похоти. Но какая уже борьба тогда, когда никто не вступает в борьбу с нами? За это не будет потом и венцов светлых. Благо человеку, когда он несет и говьенности своей, сидит уединенный и молчит. Плач Иеремия 3.27.28 Тот достоин бесчисленных похвал, прославлений и почести, кто обуздывает беснущуюся природу и спасает ладью во время самой жестокой бури. Впрочем, не будем спорить об этом. Пусть будет отсрочена борьба, если хочешь. Но если бы от нас зависело время борьбы, можно было бы ожидать старости. Если же, надо бы на человеку бороться в течение всей настоящей жизни, начиная с самого юного возраста или с 10 лет, ибо с этого возраста надлежит давать отчет за грехи, как показывает пример отроков, пожранных медведями за надмешки над Елисеем. И при том бороться с того возраста, в котором воздвигается против нас сильнейшая война, то почему ты назначаешь для подвигов время старости? Если бы ты властен был приказать и дьяволу, чтобы он не нападал и не вступал в борьбу, то этот совет твой имел бы некоторый смысл. Но если ему ты предоставляешь действовать и поражать, а не повелеваешь оставаться спокойным или даже добровольно преклоняться при ним, что может быть хуже этой обиды? То самое время, когда враг не истолствует, а безоруживает того, на кого он нападает, и таким образом предавать в его руки. Но сын молод и слаб. Потому-то он нуждается в большей безопасности, а нуждаясь в безопасности, имеет нужду и в большем попечении. Такому человеку надо быть всегда в тишине и спокойствии, не вмешиваться в мирские дела и вращаться в той среде, где много шума и смятения. А ты этих самых, для кого борьба особенно тяжела и по их возрасту, и по слабости, и по неопытности, и по рассеянности среди мира влечешь в мир, как будто уже опытных и крепких, и не позволяющему идти подвизаться в пустыни. Подобно тому, как если бы кто человеку, который может одержать тысячи побед, приказывал размышлять о делах военных, без действия, а не опытного, который не может изглянуть на сражение, поэтому сам он заставлял бы быть в сражении, вергая его в крайние затруднения в этом неисполнимом деле. Притом, надобно знать и то, что по вступлению в брак нельзя быть господином самого себя, но неизбежно одно из двух. Или иметь постоянное сожительство с женой, если она захочет этого, или, если она пожелает воздерживаться, оставить ее и предаться любодеянию. Надобно ли говорить о прочих затруднениях, о заботах касательно детей дома, которые могут приступить всякое усердие к благочестию и произвести в душе великое расслабление. Продолжение следует.